Субтитры создавал DimaTorzok Долгие месяцы кровавых событий на Украине я словом не обмолвился о происходящем. Кто прав, а кто виноват в том, что на Украине гибнут мирные люди, я не берусь судить. Результат налицо. Гибнут украинцы. Гибнут практически все народы Украины. Гибнут мирные жители Украины. Женщины, дети, старики. И гибнут там в тех регионах, которые не поддерживают киевскую власть. Для того, чтобы сделать вывод, не нужно обладать остроумием и вообще каким-либо там аналитическим умом. Нужно просто включить обычные мозги, которыми Бог одарил, и не слушать ни одну из сторон. Ни московскую, ни киевскую. Эта конфронтация разделила, впрочем, и армян на два лагеря. Что и требовалось ожидать. Печально, когда встречаешь в сетях интернета две противоборствующие армянские стороны, ругающих друг друга, на чем свет стоит. И еще куда печальнее, когда армянин, киевлянин, называет армянина-дончанина москалем, а тот, в свою очередь, его в ответ хохлом. Кому-то покажется это смешным, но, правда, не до смеха. Армяне всегда адаптировались в той среде, в которой живут. Они могут сохранить язык в чужой среде, могут сохранить культуру, свои традиции. Но что касается психологии, увы и ах. Армянин-левовчанин думает, как украинец Львова, и не может думать иначе. Армянин-крымчанин думает, как украинец Крыма, и ни в коем случае не как львовчанин. Их объединяет только нация, но не психология. Порой, если представителей этих двух регионов оставить один на один и заставить их говорить только по-армянски, то в этом случае они не поймут друг друга, словно говорят на разных языках. Но плюс имеет один и другой. Армянин, где бы он ни жил, не пожалеет живота ради своей второй родины, как и ради первой Армении. Яркий пример нынешняя Украина. Обратите внимание, Армения официально признала Крым в составе России. Азербайджан не сделал этого. При этом чуть ли не в каждом новостном выпуске трансляции Майдана мы постоянно видим где-то в толпе азербайджанский флаг. Флаг, не более. Это такая показуха на весь мир, мол, Азербайджан поддерживает Майдан. Мы с вами, братцы-хлопцы Кардашла. Но как дело доходит до подвига, флагами все и заканчивается. Первым, кто пролил кровь за Украину, был армянин Сергей Нигоян. Ровно через месяц был убит еще один майдановец, армянин Георгий Арутюнов. И самое любопытное, что и первым, проливший кровь с противоположной украинской стороны, на юго-востоке Украины, в Славянске, тоже был армянин Рубен Аванесян. Все эти погибшие армяне, но по разной баррикады. Интересно, если бы Нигоян и Аванесян встретились один на один, как бы они повели себя? Об этом мы уже не узнаем. Как и не узнаем, чем закончится вся эта операция на Украине, устраиваемая еще одним нашим соотечественником, министром МВД Украины Арсеном Аваковым. Причем любопытно то, что народ сбегает от одного Авакова, что министр внутренних дел Украины, а встречает их, этот же народ, беженцев в России, другой Аваков, российский руководитель Неклиновского международного следственного отдела СК РФ Юрий Аваков, который ведет следствие, работая с беженцами украинскими в лагерях Ростовской области. Пока что очевидно одно. Мирные жители гибнут, патриоты армяне Украины тоже гибнут, а азербайджанцы Украины все машут флагами. Но почему это происходит? Как и сама украинская государственность, состряпанная из регионов разных земель княжества, Речи Посполитой, Литовского, Австро-Венгерского, Российского и прочих, армяне в разных регионах Украины также подвергались этнопсихологической мутации. Я не буду говорить о том, насколько стара армянская диаспора современной Украины, ибо все исторические сведения вынесут нас Киевской Руси. От принятия славянами Киева православного христианства, которое принесла армяно-византийская княгиня Анна. В 1987 году византийский император возвращается к киевскому князю за допомогою. Переговоры завершаются сочинкой угодой, за которой киевский князь Володимир должен быть сострой императора Анной, византийской принцессой, которая, по-речи, была вирменкой. И, кажется, что ее македонский род наполовину был вирменским. Но получить ее не так легко, потому что она решительно поставила условия. Удружение будет после того, как киевский князь окрестится сам и, наверное, в христианскую веру свой народ. И Володимир дотримал слово. До князей, у которых лекарями служили армянские врачи. А в начале XI века киевские князья пригласили армян на помощь в войне против польского короля Болеслова, после чего армяне расселились по всей Украине. Но мы поговорим лишь о двух старейших армянских диаспорах Украины, Львова и Крыма. Агрессию армян западной Украины в отношении Востока понять можно. Понять и даже принять. Они современники города Львова. Обратите внимание, насколько вкоренилась, не укоренилась, а именно вкоренилась психология западных славян в армянах Западной Украины и Польши. Город Львов был основан в XIII веке князем Даниилом Голицким. Помимо местного населения русинов, как они себя называли, сюда сразу же начали пребывать и чужестранцы, среди которых армяне, греки, молдаване, немцы, поляки, венгры, итальянцы. С них, со всех и началась интенсивная экономическая, культурная и политическая жизнь города. Уже в XIV веке, через сто лет после основания Львова, в этом городе был воздвигнут Армянский собор. Кстати, нельзя не напомнить, что именно армяне Западной Украины, и в частности Львова, Галиции, стали спасителями тысячи крымских и закавказских армян, спасшихся от турецко-татарских проботителей. Именно Львов, Каменец Подольский, Валахия стали убежищем для беженцев. А уже в 1364 году Львов становится епархией Армянской Апостольской Церкви всех армян Руси. Здесь стала функционировать армянская типография, школа. В XVI-XVII веках работали большая группа армянских живописцев, среди которых выделились Павел и его сын Шимон Богуш, Богушевич, талантливые портретисты и авторы исторических и батальных композиций. Большой вклад внесли армяне Львова и в науку. Так, мало кто знает, что популярные львовские курорты Трусковец и Шкло основаны армянами. В 40-х годах прошлого столетия известный талантливый химик, врач, фармацевт Теодор Тарасевич открыл лечебные свойства источников вблизи Трусковца и основал здесь курорт. Сегодня имя медика и историка Теодора Тарасевича увековечено как в энциклопедии, так и во многих трусковецких путеводителях. Здесь также родился врач, ученый Марьян в армянской семье Иосифа Иоанны Аугустиновичей. Химия, фармакология, история, исследования все это уживалось в одном человеке. Яркая, насыщенная жизнь, которого была к сожалению ограничена 28 годами. Из этой же среды львовских армян и ученый Игнатий Лукасевич, польский фармацевт, химик, технолог. Именно он создал метод получения керосина именно во Львове в 1853 году. Здесь он изобрел керосиновую лампу. Был основателем польской нефтедобывающей промышленности и одним из пионеров нефтедобывающей промышленности в мире. Основал первую нефтяную скважину. Вот насколько богата делами и мыслями армянская община Западной Украины. Список огромный и каждый может поинтересоваться ими. Наверняка у вас возникнет вопрос, почему у них странные для армянского уха фамилии Лукасеевич, Тарасеевич, Манукевич и так далее. Отвечаю, вы невнимательно отсматривали наши выпуски, особенно выпуск под названием «Бесфамильные о фамилиях». И еще отвечаю, напомню, что армяне Западной Украины, Галиции, Польши обосновались на этих землях задолго до того, как армяне Армении, стали использовать в своих фамилиях окончание Ян. Оттого у них и западнославянский манер окончаний. Вот и судите, кто они, армяне Галиции. Это психологически хохлы, бендеровцы или москали. Они думают, как украинцы западной Украины. Оттого и чужд им менталитет армян Крыма и юго-востока Украины, думающих противоположно. Теперь о Крыме. Меня всегда смущают разговоры о крымских татарах, как о коренном населении Крыма. Как только Украина стала немощной и предвиделся развал страны, ряд лидеров крымских татар, а вкупе с ними Хизбут-Тахрир и Турция вспомнили о так называемом коренном населении Крыма, крымских татарах. Турецкие газеты то и дело пестрели о том, что границы Турции могут расшириться до Крыма, или у Турции высока вероятность контролировать Крым, за счет крымских татар, разумеется. Среди самих крымских татар у националистов встал вопрос об автономии Крымско-татарской республики со столицы в Бахчисарае. Для начала давайте разберемся в терминологии коренной народ и заглянем в справочник. Вот как это объясняет Википедия. Коренные народы народы, которые обитали на своих землях до формирования существующих государственных границ, до прихода туда переселенцев из других мест. Народы, связанные с определенной территорией и проживающие на ней с незапамятных времен до настоящего времени. Исконное население. Как мы знаем, Крым это полуостров и границы полуострова разумеется не менялись со времен последнего тектонического сдвига Крыма. Коренным народом Крыма были тавры. Народы индоевропейского происхождения, давно ушедшие из исторической арены или растворившиеся в других народах. Затем восьмом девятом веках до нашей эры Крым стали заселять кочевые индоевропейские племена кемерийцев. Это те самые племена, которые со временем покинули Крым и обосновались в государстве Урарту и со временем растворились в армянском народе. А теперь внимание! С XII века Крым стал заселяться армянами сразу в нескольких областях. В эти же столетия формируется большая армянская колония Крыма. Это XII век. И лишь только с XV века с 1441 года образовалось Крымское ханство, возглавившее потомками монгольских ордынцев Гиреев. Первый такой хан Давлет Первый Гирей возглавил ханство в начале XVI века. Так кто же здесь коренной-то в Крыму? Армяне, которые с XII века обосновали свои колонии на полуострове? Или крымские татары, обосновавшиеся с XV века? Ведь не секрет, что когда татары заняли Крым, армяне, греки и другие народы Крыма уже имели на полуострове свои храмы и лектории, где обучались грамоте. Поэтому считаю, что говорить о какой-либо крымско-татарской автономии в Крыму неправильно. Ибо во-первых, на полуострове проживают куда более коренные народы, чем татары, которые наравне с ними могут претендовать на автономию. Почему нет? Есть город Армянск в Крыму и Армянск, если меня кто-то не так понял. И несколько других вообще-то армянских топоневов. Во-вторых, был уже опыт крымско-татарского государства, от которого страдала Россия. И крымско-татарские националисты тоже такие были во времена Второй мировой войны, когда фашисты вошли в Крым. Это общеизвестный факт. Все-таки должны это помнить. И еще крымско-татарским националистам хорошо бы напомнить тот факт, что несмотря на покровительство Турции, именно эта самая Турция и подставляла в истории крымских татар. Не Россия, с кем татары воевали, а именно Турция, Османская империя, подставляла крымских татар. Вспомним, что стало с последним крымским ханом Шагин-Гиреем. После присоединения Крыма к Российской империи он поступил на службу к Екатерине Второй. Жил, не тужил, припеваючи в Тамане, Воронеже, Калуге, а потом вспомнил о братьях тюрках и уехал в Турцию, тогда еще Османская империя. Но султан Османов Абдул-Гамид приказал схватить его и отправил ссылку на Родос, и там бывшего хана казнили. Вот вам и Турция. Так что о каком-либо тюркском братстве автономии и говорить не приходится. Крым земля многих народов и как ни крути освободила эти народы от иго именно Россия. Каким менталитетом после этого обладать армянам Крыма? Разумеется, прорусским. И великого живописца, мариниста Ивана Константиновича Айвазовского называют русским живописцем, несмотря на то, что он армянин, но родившийся в Российской империи, в Крыму. И вообще армяне Крыма нисколько не уступают в науке образования армянам Западной Украины. И там, и там, как видите, большие корни и богатое прошлое. Лишь менталитет закоренелости сказывается на том, что современные армяне Запада и Востока Украины находятся в политической контре. Как быть? Ведь и тех, и других можно понять. Вот именно, что понять, но не простить. Армяне слишком малый народ, чтобы проливать кровь брата ради того или иного союзника. Союзники приходят и уходят, а кровь, данная родителями остается до конца дней. Используйте ее по назначению. Будьте благоразумны, не подавайтесь на провокации. Будьте! 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 Будьте!